Покажу я на примере нескольких боев, почему хотя бы в золотой лиге и сопротивление конфа должны постоянно давить, кстати не ставьте так казарму, надо добавлять ее здесь, ну если про шляпу один контейнер, в принципе ничего страшного, это не имеет значения. Вот, идет у нас разведка, как можно больше стрелков надо направлять, пытаться забрать и у противника контейнера, здесь я проспал, бывает, и обязательно надо ставить два завода, я поставил один, это на самом деле ошибка, потому что ресурсов полно, но я был сконцентрирован на разведочке. Теряем пехоту, этого делать не стоит, надо брать ее в кулак, потому что койоты наносят урона меньше, чем стрелки, то есть два стрелка все равно наносят больше урона, надо просто накопить где-то штук 4 койотика, чтобы они впитывали урон. Итак, забираем первый ящик, не обязательно ставить 7 центров снабжения, если вы играете на красных густах, то можно играть и на 5, потом добавлять 6, 7. Я думаю, наша цель это строительство ягуаров, дикообразов и стрелков. Можно, конечно, поиграть вместо ягуаров койотиками, но с учетом того, что мы играем на золотых густах, койоты здесь уже не помогут. Наша цель выбить переднюю линию, потому что у меня есть стрелки, койоты, есть стрелки, их надо как-то реализовывать, а вот, это все равно начальная армия, просто так избавляться от нее не стоит. Надо попробовать хоть что-то вынести. Вот тут у нас 3 бункера. Что это значит? Это значит, что, казалось бы, противник защищен, но все, что надо сделать, это поднести несколько ягуарчиков на переднюю линию и воспользоваться стрекозами, которые мы докопили. Естественно, там будут тайфуны, там будут ложки, но у вас есть пространство для маневра в виде дистанции, там где-то 7-8 клеток. Стрекозы для того, чтобы выбить пехоту, уничтожаем эту казарму. Казармы не бесплатные, это ресурсы. Обязательно строим дикообразов, даже если не будем использовать их в бою, для того, чтобы выбить, ну может быть, пехоту или там не дать себя вертексу забрать. И тут появляются у нас 3 зевса. Отлично. У меня здесь 3 ягуара на переднюю линию, я чуть-чуть быстрее играю и будем идти в размер. Естественно, 3 ягуара не справятся с 3 зевсами. 1 на 1 еще куда не шло, а вот куча зевсов это плохо. Но у нас есть стрекозы, которые будут бить по зевсу. Соответственно, я, ну еле-еле, но забираю здесь минус 1 зевс, теряю 2 ягуара, минус 2 зевс. Отлично. Причем направляем все свое миско, которое у нас есть, оно тоже наносит какой-никакой урон. Ну и сейчас будем отступать. Да, я потерял 3 стрекозы, но они свою функцию выполнили. Больше они вам не понадобятся. При этом они окупятся, эти стрекозы, в виде вот этого контейнера. Выходим в следующий уровень штаба. Можно поиграть, конечно, туманом, но я не люблю это делать. Ну и вот здесь уже 2 зевса выходят вперед. Там не было пехоты. Вместо пехоты противник строил бункера. Помогли они ему? Нет, нифига не помогли. При этом я уже имею преимущество в виде 2 зевсов. Ну то есть у меня на 2 ягуара больше, чем там зевсов. Меняем позицию. Идем с севера. Есть у меня дикообразы. При этом строить их уже не надо. Я могу выйти как в Левиафан, так и в Хамелеон. Посмотрим, что полезнее будет. Начинаем выбивать уже здесь переднюю линию. При этом турельки иногда я ставлю сразу на убой, а иногда чуть попозже. Виной раз я ставлю их наоборот сзади, чтобы они настреливали максимально урон. Но здесь нам главное засветить противника и выбить ему 1 град. Дальше уже в принципе не обязательно делать упор на турельки. При этом у меня нет ни снайперов, ни гренадеров. Они мне пока что в принципе не нужны. Я понимаю, что зевсов там не так уж и много. Выдвигаюсь потихонечку и будем заходить уже с другой стороны. А если противник пойдет на нас, это будет вообще шикарно. Оппонент отошел. Замечательно. Вот о чем я и говорил. Восстанавливается способность крота. Противник подходит с этой стороны. Надо передислокацию делать. При этом грады естественно находятся далеко. Этот холм крайне неудачно здесь находится. Ставлю турельки. Турельки находятся здесь. Дойти до них тяжеловато. Ну и с учетом того, что у меня много ягуаров, мне эти зевсы вообще не страшны. Есть пару стрекоз. Это тоже урон. Начинаем вбивать здесь технику. И в принципе на этом противник пробит. Он уже здесь делать ничего не может. Потому что у меня появляется туман, появляется левиафан. И армия-то у него не какущая. А если бы он накопил побольше градов, не вышел бы с базы, то мог бы держаться достаточно долго. Но опять же повторюсь, я бы просто забрал этот контейнер и пошел бы в леви. А потом может быть и альбатросы. Тоже вариант. Все, что остается, это выбить переднюю линию. Уже стенки добавляет. Но это все бесполезно. Противник сдается. Идем в следующий бой. Хорошее сражение получилось на маленькой карте, где крайне важно обязательно построить мяско в начале. Пытаемся забрать контейнеры. Скорее всего, если у вас не 17 ранг, то одно из направлений вы прошляпаете. Тут мне повезло. Тут тоже забираю контейнер. Штурмовики идут с этой стороны. Скорее всего, я их выбью. А здесь, к сожалению, не получается. Да, я забираю этот контейнер. Ну, здесь я не заберу, значит, заберу этот. Все из-за чего? Из-за того, что очень мало штурмовиков. Видите? Здесь штурмовика нет. Не надо жадничать. Постройте побольше пехоты. Да, в мозгу же быть вы потратитесь, но зато после этого у вас не будет проблем с тем, что вы отдали ящики оппоненту. Понятное дело, что добавляем себе побольше койотиков сразу. Стрекозы, все по коншую. И будем забирать уже здесь контейнер. Потому что я не вижу здесь крепости. Вы ее видите? Но я не вижу. Ну, нет крепости, зато есть тяжелая пехота. Какого хрена тебе нужна эта тяжелая пехота, ребята? Ну, это... Тяжелая пехота, она очень опасна, когда ее много. Но если ее мало, то койоты справляются. Именно поэтому в начале игры надо строить где-то штук 6 койотов, чтобы ни в коем случае там не было 10 тяжелых пехотинцев. Иначе вы реально будете страдать. Тем временем я начинаю накапливать армию и выбивать ему переднюю линию. Мне, наверное, здесь нужна оса, потому что она будет уменьшать броню зданий заметно. Но я решил ее не строить. Я добавляю себе центры снабжения побольше и буду выходить в мамонты и ягуарчики. Ну, а тем временем буду выбивать переднюю линию. Появляется крепость. Один гренадерчик бежит. Все, от крепости мы избавились. Есть пехота, дозаказ. Центров снабжения у противника немного. Вот почему ему нужны вот эти пехотницы, непонятно. А уж лучше построить цуклончик и молоты в начале. Ну, как по мне. Они более эффективны будут. И может быть пару огнеметчиков. Но с одной казармы. Ну и начинаем выбивать ему все, до чего дотягиваемся. Дозаказа у меня здесь нет. Я строю здесь тяжелую армию. Пытаемся максимально контролировать свою армию. Все, минус электростанции, это минус ресурсы. Койоты надо отводить. Стрекозы отводим, насколько это вообще возможно. Взбиваем ему армию. Постоянно все это делаем. Перед дислокация. Если у противника есть ресурсы, то отбиться можно. Если их нет, то это все бесполезно. Стрекоза огребает. Уходим. На позицию получше. Ну и как только здесь уже появляется миско, пару бункеров, я уже не успею здесь отбиться. Все, уходим. При этом я выиграл себе 8 минут. Это просто колоссальное время. У меня строятся ягуары, мамонты, и противнику уже поздно будет что-то делать. Выходим на центр. Начинаем вбивать его мамонтами. И шанса уже у противника никакого нет. Потому что вот эти 3 бункера, вместо них можно было бы построить пару циконов. И дальше уже спокойно играть. Ну такой вот у нас баланс. Разведывает меня циклонно. Фигевает от 4 уровня штаба. От того, что у меня фулковые мамонты, я еще и решил в крота выйти. Ну и в принципе здесь уже все понятно. Да, тут может появиться какой-то миско, но как только у вас появляются снайперы, как только у вас появляются ягуары, ну уже тяжеловато будет. Ну и просто берем всю свою армию. Выдвигаем. Все в ДД. Легкая победа. А все потому, что вначале 4 койота зарешали. Последний бой против 18 ранга. 87 процентов побед. Я его позвал, он согласился. После этого я не стал со мной играть. Ну да ладно. Тоже казарма не совсем удачно стоит, но уже чуть получше. Пытаюсь разведать все, что могу. Ну блин, ну зачем ты, стрелок, возвращаешься? Не жадничай. Вот, молодец. Вот здесь надо брать. Красавчик. Тут отвлекаем, забираем. Тут спим. В общем, надо не отвлекаться, ребят. Надо вот реально бежать за контейнерами. Ну и добавляем, естественно, себе койотики, стрекозы, все такое. Выставляем здесь армию. Голд атака. Продавливает он, кстати, моих стрелков. У меня уже койотики есть, поэтому нормально. Но до заказа достаточно хорошая, поэтому можно и прошляпить этот контейнер. Аккуратно играть. Вот, забираем. И как только у нас появляется начальная армия, центры снабжения строятся, дикообразы. Тут, по-моему, я дважды улучшил завод. Ну так, чисто случайно. Начинаем выбивать ему все, до чего дотягиваемся. Не получилось. Идем дальше. Снова начинаем настреливать. Есть стрекозы, можно ударить молот. Ну, такое. Добавляем себе героя. Идем уже с этой стороны. Центров снабжения 8 штук. Офигеть. Ну, нормально. Начинаем уже выбивать здесь позицию. Тут тяжелая пехота. Мы не позволим противнику выйти в нее. Все, возвращаемся. Тяжелые пехотинцы здесь. Отлично. Стрелки идут вперед. Койотами, дикообразами и стрекозами уничтожаем молот. Все. Молота нет, можно койотами дальше выдвигаться. И тут строятся два бункера. Это минус ресурс. И это хорошо, что противник 5 минус ресурса. Удается мне даже выбить один бункер. Не жадничаем. Там, скорее всего, что-то мерзкое противное будет. Перегруппироваемся. И заодно берем центральный ящик. Тем временем добавляем крота. Еще ягуарчики. И я решил добавить себе снайперов. Они понадобятся здесь. Снайпера, ягуарчики, все такое. Все пофиншую. Уставляемся. Зевсы очень плотные. Тайфуны есть. Но снайпусики, они достаточно много урона наносит, когда нету тяжелой техники. Перегруппироваемся. Выходим в четвертый уровень штаба. Потихонечку будем выходить в туман. Ну и начинаем уже выбивать с другой стороны. Я добавил сюда ягуарчики. Тут строится ракетка. Карта довольно тесная. Появляется у нас крот. На 11-й минуте, между прочим, у кого-то появляется Львиафан на этой минуте. И выбиваем уже переднюю линию. Грены назад. Нет, я решил все-таки ими добивать Зевс. Нормально. Добавляем здесь в кучу турельки. Просто не даем противнику подойти. Есть у него грады. Уграды там маловато. Сейчас будем перегруппироваться. Я понимаю, что юнитов у него совсем немного. Ну и в принципе все. Оппонент пробит. Почему? Потому что надо думать. Хотя по прокачке колоссальное преимущество у противника. У него 12-я ветка умений. То есть ничем не отличается от моей. Но я его продавил. Ну, понятное дело, что у меня уже хамелеон. Готовится уже два завода. Противник вложил ресурсы неправильно. И отдал мне центр. Победа? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...